Всем привет, я Айка и сегодня у нас с вами Мукбанг. Мы с мамой приготовили блинный торт, блинчики готовила она, а все это заворачивала я. Также у нас огромная клубника, вы просто гляньте на этот размер. Прошлое мое видео с клубникой очень хорошо набрало просмотры, поэтому я решила снять еще. Многие спрашивали, где купить клубнику, я покупала в Браво, стоит она дорого, около 15 монат. Но на базарах тут, там можно найти дешевле, но так как клубника только-только появилась, она стоит космических денег. Но себе отказывать нельзя. Вот такой вот крем, это взбитые сливки, будем туда тоже макать и давайте приступим. Давайте сначала разрежем тортик. Сначала я хотела купить, а потом подумала, блин, тут готовить-то нечего делать. Зачем покупать? Я бы не сказала, что этот тортик какой-то расходный, то есть недорого обошелся, учитывая все даже затраты. Попробуем то, что получилось. Вчера, кстати, готовили, сегодня он уже хорошенько пропитался. Сладкий. Переборщила со сладким, конечно, но ничего, с чаем будет самое то. Вкуснотища. Еще здесь внутри кусочки фруктов. Я прям зеленая штука села. Увидела в интернете новость, что звезды переезжают, там типа Собчак переезжает и все дела. И столько негативных комментариев. Я, честно, не понимаю людей, которые осуждают других людей за их выбор. Если человеку хочется жить в другой стране, что здесь такого? Пусть живет. Я тоже раньше считала по-другому. А сейчас я считаю, что надо огромный упор делать на английский язык. Я завела тетрадку. И каждый день пишу три новых слова. По идее, три слова в день выучить легче простого. Но за месяц это уже сколько слов делается. Так что... Почитала комментарии под последним влогом. И все говорят, покупай эту оранжевую сумочку. Я хочу заказать. Просто там минимальная... Бесплатная доставка. Там просто идет от 50 долларов. Я не знаю, что еще заказать. Вчера, лет пять назад, когда я училась в универе, мы ходили и покупали одежду в Заро. И там были такие приемлемые цены. Плюс-минус, как везде. То есть кофточку какую-то можно было купить за 15 долларов. Абсолютно такие, знаете, приземленные цены. Я помню, у нас у одногруппника был день рождения, и мы куртку купили оттуда. Сейчас я смотрю на цены на куртки в Заре. Это прям космические цены. И цены как подскочили после первой девальвации. Так и стоят. Ничего не снизилось. Когда я в универе училась, очень большая часть моего гардероба как раз-таки была из Заре. Потом у нас резко доллар подскочил, и все прям подорожало. Потом опять чуток подскочил. Я покупала помаду от Шанель за 38 монат. Тогда курс доллара был совершенно другой. Но все же сейчас этот ценник уже 90 монат. То есть все сильно очень изменилось. Это просто обалденный мукпанг. Короче, к чему я это съем? То есть все дорожает. Люди хотят жить хорошо. Поэтому никого никогда не осуждайте. Вчера я смотрела путевки. Куда там, почем стоит путевка. Предложила маме. Я говорю, давай съездим вместе куда-нибудь. Например, в Турцию на недельку. Нашла путевку 770 долларов на 7 дней. На одного человека. Мне кажется, это недорого. Я предложила маме. Мама говорит, нет, я никуда не поеду. Лучше эти деньги наличные. Дай мне. Я куплю себе посуду. Мама говорит, я комплексую. Не хочу на пляже. Некоторые мне пишут в комментариях. Айка, вроде есть возможность. Почему ты не путешествуешь? Почему ты никуда не едешь? Если честно, ехать по Азербайджану мне не очень интересно. Мне бы хотелось другие страны посетить. Но, к сожалению, у нас как бы такие традиции, что с парнем до свадьбы нельзя. То есть нельзя ехать куда-то отдыхать. Потому что это мнение общества. Кто что скажет. Там не знаю. И так далее. Ну, в общем, на такие вещи здесь обращают внимание. Поэтому с парнем не поехать. А с подружками. У кого-то семья. У кого-то нет возможности на эту путевку. У кого-то нет желания. У меня одна подписчица написала. Говорит, давай вместе поедем. Я даже хотела поехать. А потом мне мама говорит, ты этого человека абсолютно не знаешь. Мало ли что может произойти. Это, конечно, круто, что она твоя подписчица. Но фиг знает, что за человек. Вот. Поэтому желание есть. Но пока что возможности нет. Ну, я искренне не понимаю людей, которые, например, пишут в комментариях, например, у блогеров, что, ой, ты предатель. Ты предатель, что ты куда-то уехала. Каждый из нас так или иначе ищет хорошие условия для жизни, для себя и своим детям. А где это будет? Какая страна? Это уже решать каждому человеку. Блин, гляньте. Как это вкусно. Давно у нас не было сладких мукбанков. Я, кстати, в последнее время начала снимать сюжеты. И там спрашивала у вас, что мне снять. И многие просили что-то сладкое. Я, если честно, сладкие мукбанки не очень люблю. В том плане, что я не могу съесть много сладкого. Очень люблю снимать для вас роллы. Или, например, какой-то фастфуд. Например, мак. Но у нас в Майке меню сильно не меняется. Все одно и то же. Клубничка бомба. У меня предыдущее видео с клубникой набрало, по-моему, 60 тысяч. Тем более, такая крупная клубника. Мама покупала клубнику. И мама мне звонит и говорит, Айка, здесь есть клубника, но она очень дорого стоит. Я говорю, бери. Для контента же. Не для себя. Для вас. Прикольно, да? Могу себе позволить все, что угодно. Слайс на вас. Так. Кстати, делать такой торт очень просто. Просто печете блины, смазываете обычным кремом. Мы, например, взбивали сливки. Добавляете в сливки, например, фрукты. И смазываете. Готово. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться.